Мордовия – один из первых регионов страны, где гражданские институты и православная церковь взаимодействуют на системной основе. Такое решение приняли год назад. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий говорит в контексте президентского указа об утверждении нравственно-духовных ценностей – это настоящий шаг вперед. Я, безусловно, порадовался, что наше общество доросло до объективного осмысления наших корней, которые построены исключительно на духовных основаниях. Воспитание высокодуховно-нравственной личности невозможно без православия, говорит митрополит. Библия не противоречит саморазвитию, стремлению к успеху. Наоборот, каждое слово Священного Писания может стать основой для духовно-нравственного воспитания. Муж долюбит свою жену. То есть это не пожелание. Может быть, это императив. Должен. А убоится, сейчас я вам объясню, да убоится потерять. Потерять эту любовь. Конечно, воспитывать примером. Сейчас таких много, и все они базируются на традиционных православных ценностях, уверен митрополит. Изнутри должен быть импульс человеческий, который закладывался именно православием в России, такие как святость, правда, любовь. Мы видим по-настоящему величайшие подвиги и беспримерная жертвенность и мужество наших воинов. Вот это то, чего нет на той стороне окопов. И главное, начать педагогам придется с себя слишком долго. Система образования изживала воспитательный компонент. Я думаю, нужно приберить вот эти две сферы нашего быдея и нашим школьникам, поскольку вам придется вносить это воспитательное дело, духовно-нравственное воспитание, как процесс, вам нужно иметь доступ к первоисточникам. Именно первоисточники митрополит вручил в качестве подарков школьным директорам и советникам по воспитанию три базовые православные книги «Закон Божий», «Евангелие» и «Катехизис». Светлана Лавашна, Павел Тлабаев. Наши новости.